МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Написано, что придет день, когда Всевышний сойдет с небес на Землю, чтобы вершить суд над всем человечеством. И суд этот будет страшен. Наука не отрицает, что конец света действительно может наступить, если наша планета столкнется, например, с огромным метеоритом. Однако последние находки археологов и выводы ученых говорят о том, что апокалипсис может быть совсем не таким, каким мы его представляем. Что такое конец света? Мгновенная гибель или переход в качественно новую форму существования? Об этом в нашем научно-футурологическом проекте под названием «Утонем или провалимся». Прямо сейчас. Эту уникальную природную аномалию очевидцы сняли в Ираке. Видите, через пустыню прорывается песчаная река с ледяными глыбами. Местные жители смотрят на нее, не веря своим глазам. Один из самых жарких и засушливых регионов Земли попал под удар настоящих ледяных штормов, северных ветров и ливней. Ничего подобного ученые за всю историю наблюдений не помнят. А совсем недавно снегом засыпала Саудовскую Аравию. Только посмотрите на этот экзотический пейзаж заснеженных пустыней. Похоже, природа совсем сошла с ума. Настоящие циклоны апокалипсиса обрушились на разные точки земного шара. Пока пустыня засыпает снегом на юге Казахстана из-за аномального тепла, в самый суровый месяц зимы в феврале зацвела сирень. Такого еще никогда не было, признаются ученые. И правда, кто помнит, чтобы в Сургуте в марте бушевали грозовые снежные бури? Город Сургут накрыло снежную бурю. Видимость метров 200. Руга такая, что не видно соседних домов. В общем, на улице жесть. А это видео было снято 23 марта в Норильске работниками аэропорта. Посмотрите, как ураганный ветер сносит самолет. Крутит его по часовой стрелке, будто бы он игрушечный. Ну, отцепился, прикинь. А у него что, тормоза не работают, как будто на колесах. Дверь, сволим. И что, такой ветер. Не меньше в марте 2016 года задувало и Красноярский край. Посмотрите, какое видео сняли в те дни очевидцы. Порывом ветра даже снесло крышу многоэтажного дома. Подобное происшествие чуть не обернулось трагедией и в городе Лабинске Краснодарского края, где не на шутку разбушевалась стихия. Только посмотрите, это женщина с ребенком. И вот этот прохожий чудом остались живы. Еще доля секунды, и беды было бы не миновать. А это Китай. И тоже Март. Посмотрите, как на дорогу обрушился мощный селевой поток. Счастливчикам, чьи машины не попали под такой замес, сильно повезло. Ведь о том, чтобы выжить в этой земляной мясорубке, не могло быть и речи. Тонны земли в перемешку с камнями смяли бы эти машины, словно обычный пластилин. А вот этим туристам повезло меньше. Они оказались в горах во время схода подобного селевого потока. Ученые говорят, с климатом творится что-то неладное. И уже никаким сюрпризом погоды не удивляются. Вот, например, посмотрите. Дети в небольшом городе Уинтон в штате Квинсленд собирают мальков после дождя. Звучит странно, но в марте этого года в США прошел самый настоящий дождь из рыб. Но это не самая страшная погодная аномалия, обрушившаяся на США. Вот посмотрите, за месяц до этого в штате Мичиган прошел таинственный черный дождь из дегтеобразного вещества. Видите эти черные кляксы на капоте автомобиля и на тротуарах города? Эти фотографии сделали местные жители, которые недоумевают, что за черное маслянистое вещество обрушилось на них. Принято считать, что угроза климатического апокалипсиса придумана фантастами. Однако открытие, которое недавно сделали ученые, говорит о реальности подобного сценария. Оказалось, целые цивилизации уже гибли в результате климатического удара. К такому выводу пришли немецкие генетики. Они восстановили десятки фрагментов найденной ДНК наших древних предков кроманьонцев. И выяснили, около 14 тысяч лет назад почти все население Европы вымерло. Ведь среди современного человечества носителей подобной ДНК нет. Эти люди, мигривые в более теплые районы, вероятнее всего, просто не добрались до точки назначения. А это может означать, что нас ожидает та же участь. Были периоды, которые, переселение людей и исчезновение, так скажем, нормальной цивилизации, связаны с изменением климата. И это не такой же большой длительный период. В пользу этой сенсационной гипотезы говорят и сухие цифры. По данным климатологов, за последние 7 тысяч лет на нашей планете было как минимум 18 кардинальных смен климата. Именно поэтому ученые заявляют, нам, землянам, пора готовиться к самому худшему. На подходе 19-й цикл глобального похолодания. Летом у нас не будет таять снег, когда будет накапливаться ледник. Огромные территории в Европе могут стать необитаемыми. В этом году произошло вторично замерзание такого природного объекта, как Ниагарский водопад, который за всю историю наблюдений наблюдался. Конечно, жителям средней полосы России прогнозы о надвигающемся новом ледниковом периоде сегодня могут показаться выдумкой. Ведь 2015 год оказался аномально теплым, а уже в январе 2016-го снег практически полностью растаял. Москву залило талой водой. «Плыви и не оглядывайся», – писали москвичи в дни аномальной зимней оттепели в соцсетях, выкладывая вот такие видео столичных луж. И правда, посмотрите, это больше напоминает Венецию, чем зимнюю Москву. Такой водопад в январе был в каждом столичном дворе. Резкие перепады температуры с плюса на минус и обратно привели к тому, что лужи очень быстро превратились в один сплошной каток. Посмотрите, это Владивосток. Из-за гололеда автомобиль под тяжестью собственного веса потащило вниз. Он протаранил другую машину, которая от удара также покатилась назад. Владелец автомобиля пытается исправить ситуацию, но безуспешно. Машины катятся под откос. А это региональная трасса. Автомобиль занесло, и он вылетел в Кювет. От подобной ситуации в январе 2016 года даже самые опытные автолюбители не были застрахованы. Непрекращающиеся осадки, сначала снег, а затем и дождь, вызвали сильнейшую гололедицу в феврале 2016 года и в Махачкале. Вот что из этого вышло. Автомобиль занесло, и он повис на краю моста. Снег выпал и в китайском Гуанчжоу впервые за 67 лет. В экваториальных областях, субтропических, там появились заморозки, снег выпадает. Вот эти явления сотни лет не появлялись, может, тысячи, потому что, когда выпадает снег, то люди записывают в хрониках это все. Но таких записей вообще ни в каких хрониках, никаких государств не содержится в южной части. Засыпало и Мексику. А 28 января 2016 года самый настоящий снежный апокалипсис наступил в США. Стихия парализовала восточное побережье страны. Посмотрите, какая стена из снега накрыла Америку. А вот этот видеоролик наглядно демонстрирует, как ровно за сутки с 22 по 23 января выпало более метра снежного покрова. Русские на этот счет шутят. Лучше быть бездомным на Марсе, чем в Чикаго или Нью-Йорке. И с этим сложно не согласиться. Ведь по данным аппарата Curiosity в кратере Гейла, вблизи экватора Красной планеты, температурные условия оказались намного благоприятнее. Судите сами. Марсоход зарегистрировал на Красной планете температуру в 9 градусов ниже нуля. А это на 8 градусов выше, чем температура, которая сегодня наблюдается, к примеру, в Детройте. Кстати, это Детройт в феврале этого года. Американские власти пытаются расчистить заснеженные дороги, но безуспешно. А вот, посмотрите, панда, которая никогда не видела снега, валяется в сугробах. Самец по кличке Тянь-Тянь из Национального зоопарка Вашингтона стал, видимо, одним из немногих обитателей восточного побережья США, кто искренне обрадовался снегу. Странности происходят с климатом в США в том же, когда неожиданно. Снежный буран, они откуда-то, никогда никто не видел снега, а там засыпает огромная территория, у них даже нет средств борьбы со снегом, просто его почистить. Кроме того, мы видим в том же США серьезные и просто неописываемые за почти 300 лет существования там переселенцев, такого количества торнадо, огромных тайфунов, которые там все разрушают. В эту катастрофическую для штатов зиму более 70 тысяч человек остались без электроэнергии. Вместе с тем, из-за снежного бурана на дорогах Вирджинии, Северной Каролины и Кентукки произошли многочисленные аварии и образовались многокилометровые пробки. Всего за 4 часа только в Вирджинии столкнулись более 800 автомобилей, погибло более 10 человек. А это Нью-Йорк 23 января 2016 года. Посмотрите, побережье все в снегу. Чайки не могут лететь в сильный снегопад и замерзают на берегу. Такой картины Америка еще не видела. Привет, друзья! Я вышел на улицу. Вот, посмотрите, что происходит в Нью-Йорке, в Америке. Это наша улица 42-я, по которой обычно сотни машин перед нами. Однако ученые не спешат успокаивать американцев. Говорят, основной удар еще впереди. Удивительно, но в это же время, ровно год назад, штаты утопали в воде. Еще раньше, помните, на американцев обрушился ураган Сэнди. Вот, посмотрите, такие волны накрывали прибрежные дома, когда стихия только приближалась. И вот, что произошло всего через час. Посмотрите, ветер ломал пополам многолетние деревья, словно обычные спички. О, боже мой! Посмотри на дерево! Боже, там моя машина! О, боже мой! Какой кошмар! Боже, там моя машина! О, боже мой! О, боже мой! И теперь штаты утопают в снежных сугробах. Климатологи больше не берутся делать долгосрочных прогнозов и только разводят руками. Климат не поддается прогнозам. Сомнений не вызывает лишь тот факт, что мы уже оказались на пороге нового ледникового периода. Земля-снежок, так ученые называют теорию, согласно которой наша планета, по крайней мере, один раз, около 800 миллионов лет назад, замерзла так, что превратилась в сплошной ледяной шар. Не было ни рек, ни океанов, ни суши в привычном нам понимании сплошной снежный покров. Это подтверждает и сенсационная находка ученых. Ледники, которые климатологи недавно обнаружили вблизи экватора, на территории нынешних тропиков, они говорят только об одном. Там, где сегодня растут пальмы, когда-то была снежная пустыня. Отчасти мы находим свидетельство того, что такое происходило в истории Земли по добыче различных образцов палеонтологических при исследовании полярных шапок. Мы выясняем, что там было все тепло и хорошо, и в то же самое время на экваторе у нас в свое время там были достаточно большие ледники. Ученые не скрывают, если подобный катаклизм, связанный с глобальным похолоданием, повторится, наша цивилизация его не переживет. Кроме того, по расчетам климатологов, человечество содрогнется от холода уже в 2020 году, когда температура опустится всего на несколько градусов. Такая цифра может показаться несерьезной, но в масштабах климата всей планеты она просто катастрофическая. Большая часть Европы может стать просто необитаемой. То есть такие страны, как, например, страны Скандинавии, то есть это Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания в какой-то степени, они просто окажутся под ледником. Там вообще, в принципе, невозможно будет жить. В лучшем случае новый ледниковый период продлится 65 лет и будет напоминать времена, когда в 17 веке изнеженная умеренным климатом Европа полностью замерзла. Голод, высокая смертность на десятилетия вошли в жизнь. Сохранилась запись французского королевского судьи о том, что две трети жителей деревень вокруг Парижа умерли от голода и болезней. В европейских странах происходили самые настоящие голодные бунты. Нас ожидает ситуация не лучше, говорят специалисты. И хлеб по карточкам не самое худшее, что может случиться. То, что было в Европе в 17 веке, и в России, кстати, тоже было в 17 веке, это во времена Бориса Годунова, вот, такие вот холодные годы, это то, что называется малый ледниковый период. На самом деле это ничтожно мало по сравнению с нормальным ледниковым периодом, который реально может наступить. Причину таких климатических перемен стоит искать в космосе, заявляют специалисты. И дело вовсе не в том, что Солнце сейчас находится на минимуме своей активности. Иными словами, почти не греет. Все дело в частицах межзвездной пыли, которые окутали Землю, создав густые облака. Они-то и отражают в космос солнечное тепло. И чем плотнее этот облачный покров, тем холоднее становится у нас здесь, на Земле. Многие специалисты успокаивают. Количество космической пыли величина непостоянная. Рано или поздно частицы звездного вещества рассеются и на Земле потеплеет. Вот только мы, люди, можем просто не дождаться этого момента. Невероятно! Но ученые признаются, Земля давно превратилась бы в самый настоящий заледенелый шар, если бы не парниковый эффект. От нового ледникового периода нас пока что спасает глобальное потепление, которое гигантскими темпами накрывает нашу планету. Если бы не глобальное потепление наблюдалось бы похолодание на земном шаре, это практически, наверное, все ученые с этим согласятся. Потому что вот периодическое, скажем, потепление и похолодание, они случались на нашей планете постоянно. То есть постоянно климат, так сказать, варьируется. И постоянно периоды относительного потепления сменяются ледниковыми периодами. Если погодные аномалии продолжатся, катастрофы нам не избежать, уверяют климатологи. Ведь мировой океан ожидают такие изменения, какие до сих пор описывали только фантасты. Рост температуры воды кардинальным образом изменит морскую жизнь. И тогда самые страшные опасения станут реальностью. Стали наблюдать этих самых рыб с деформированными явными мутациями, мутациями, которые вот деформируют там форму тела, плавники и так далее, и так далее. Опять же, доказать, что это связано, очень трудно. Но предположить, что отказаться о возможности такой связи невозможно. Все человечество может вернуться в то время, когда кроманьонцы воевали с гигантскими шестиметровыми ящерицами. Ведь не так давно ученые во время раскопок в пещере Каприкорн в Австралии обнаружили останки древнего присмыкающегося. Изучив находку детальнее, они пришли к выводу, что 50 тысяч лет назад людям приходилось защищаться от хищных ящериц, обладавших девятиметровым телом и массой около двух тонн. Более того, ученые всерьез заявляют, воскресить подобных существ сможет быстроменяющийся климат, который и вызовет волну мутаций. Все это, конечно, кажется сценарием фантастического блокбастера, в котором человек попадает в эпоху юрского периода. Однако пугающие сообщения с разных точек мира делают эту историю куда реальнее. Вот посмотрите на размер этой рыбки. Ее называют луной из-за вытянутого плоского тела. Рыба-луна весит несколько тонн. Ее существование – самый настоящий привет нам из прошлого, когда море и сушу населяли допотопные монстры. Но самое страшное в том, что в разных точках земного шара ученые получают сообщения от очевидцев, которые столкнулись с подобными морскими чудовищами. Не так давно на берегу Таити туристы обнаружили неизвестного морского монстра. У полуразложившейся девятиметровой туши видна массивная челюсть. Подобные клыки были только у плотоядных динозавров юрского периода. Что это за монстр? И как он оказался здесь? Непростая загадка для ученых. А это чудовище. Рыбаки поймали практически у нас под боком, в Черном море. Только посмотрите, какой монстр. Спустя несколько месяцев останки неизвестного животного обнаружили и жители британского Манчестера. На берегу водоема, расположенного недалеко от знаменитого озера Лох-Несс. У чудовища плоская голова, огромная пасть и продолговатое змееподобное тело. Биологи всерьез предсказывают наступление новой эры динозавров. Глобальное потепление, согласно теории некоторых специалистов, станет причиной зарождения совершенно новых видов. Представьте, например, крокодилов и черепах, размер которых в 6, а то и в 10 раз превышает размер современных. Не сулят ученые ничего хорошего и человеческой цивилизации. Под возрастающим ультрафиолетом ДНК начнет мутировать. Людям будет просто противопоказано агрессивное солнце. Посмотрите, вот это место на географической карте называют адским логовом. Здесь находится деревня Арарос, в которой люди сгорают заживо, едва солнечные лучи коснутся их кожи. Причина тому редкое заболевание. Из 800 местных жителей около 600 не могут показаться на улице днем, потому как контакт с солнечным светом буквально сжигает их. На сегодняшний день это заболевание одно из самых редких. Но ученые говорят, если климат Земли продолжит стремительно меняться, а солнце будет светить агрессивнее, иммунитет человека рано или поздно отступит под натиском смертельных лучей. И всего через каких-то 100 лет каждый шестой житель Земли будет страдать от подобного недуга. Мы оказываемся бессильны перед радиоактивными лучами. Несмотря на то, что Солнце сейчас вступает в фазу своей низкой активности, в целом, без учета солнечных циклов, оно с каждым годом светит агрессивнее. При этом наша атмосфера, насыщенная ядовитыми техногенными парами, постепенно истончается, и ультрафиолет проникает на Землю в еще большем количестве. Мы оказываемся бессильны перед радиоактивными лучами. Признаком серьезных климатических перемен и надвигающихся бед ученые считают и странное поведение птиц, животных и морских обитателей. Так, в декабре 2015 года ученые зафиксировали самый массовый случай одномоментной гибели китов. На побережье Чили выбросились 337 морских млекопитающих. В это же время на Аляске массово погибали каланы, морские бобры. Причина их гибели ученым до сих пор не ясна. Такая массовая гибель птиц, она вот в Соединенных Штатах была зафиксирована, то есть целыми стаями там находили. Это тоже может быть в результате, ну скажем так, таких вот процессов перераспределения условий по нашей планете и в результате антропогенного, такого локального воздействия на отдельные области океана, отдельные области биосферы. 28 января 2015 года на Сан-Франциско обрушился дождь из мертвых птиц. В январе 2016 года на берега островов Германии и Нидерландов выбросились 12 кашалотов. Который год ученые фиксируют стремительный массовый мор рыб. Быть может, что-то неспокойное происходит на глубине. Российские ученые, кажется, нашли ответ на этот вопрос. Водородные бомбы под нашими ногами грозят не только животным, но и нам, людям, катастрофой в любой момент. Расчеты российских геофизиков показывают. Несколько столетий назад закончился так называемый геотектонический период в истории нашей Земли, длившийся 12 тысяч лет. Началась водородная эра развития планеты, когда тонны газа под чудовищным давлением вырываются из недр на поверхность, образуя самые настоящие черные дыры. В пятницу. День скрытых угроз на РЕН-ТВ. Ким Ченен заявил, что новая ракета «Хвасон-15» способна поразить цель в любой точке Америки. США и Южная Корея отработали нанесение ядерного удара по КНТР. Россия ответила запуском баллистических ракет. Но кроме Третьей мировой нас поджидают и другие опасности. Смотрите лучшие документальные фильмы о том, с какими угрозами столкнется человечество в самое ближайшее время. День скрытых угроз в пятницу на РЕН-ТВ. Эту гигантскую дыру не так давно обнаружили на Ямале. А это уже Гватемала. Посмотрите на эти удивительно ровные края масштабного провала. Но этой пропасти не было видно даже с вертолета, который кружил на месте происшествия. А вот бездонная яма в Дагестане. Таких провалов на Земле ученые насчитали несколько десятков. Климатологи говорят, эти ямы — результат мощных водородных потоков. Из недр Земли вырывается столб газа. Мощность потока просто фантастическая. Из-за такого чудовищного давления образуются большие провалы. Этот газ влияет на климат. Происходит локальное повышение температуры. Более того, по мнению климатологов, из-за потоков водорода в атмосфере образуются озоновые дыры. В результате чего к поверхности планеты идут потоки солнечного губительного излучения, которое не только вызывает рост температуры, но и влияет на мутации вирусов. Исследования показывают, самую большую дозу солнечной радиации получает Африка. Именно на ее территории возникли лихорадка Эбола, СПИД и другие опасные, порой неизлечимые болезни. Некоторые ученые даже называют Африку генетической лабораторией планеты. Ведь это то самое место, где стремительно мутируют вирусы. Другим таким опасным регионом является Юго-Восточная Азия, Индонезия, Галапагосские острова и другие населенные районы, где зарождаются различные версии гриппа, включая такие опасные, как птичий или свиной. Более того, косвенным подтверждением вырывающегося из недр земли водорода ученые называют загадочные сребристые облака. Одно из таких облаков было зафиксировано еще в 1883 году, когда произошло гигантское извержение вулкана Крокотау в Индонезии. Тогда появление странного сребристого облака приписали именно вулкану. Но с тех пор Крокотау молчит, а сребристые облака появляются регулярно. Наука до сих пор не может раскрыть их загадку. Откуда на высоте 80 километров вдруг появляется замерзший водяной пар? Вот посмотрите. Такое странное облако было снято очевидцем в 2009 году в России. А эти облака совсем другой формы, но тоже светятся и видны даже ночью. И вот странное облако круглой формы над Петербургом. Это самые высокие облака в атмосфере Земли. Образуются в мезосфере на высоте около 85 километров и видны только тогда, когда освещены Солнцем. Природа серебристых облаков полностью не изучена. Они могут состоять из вулканической или метеорной пыли, или из водяного льда. И в этом случае такие облака могут быть предвестником климатических изменений в том регионе, где они наблюдаются. Ученые говорят, таких облаков с каждым годом будет становиться все больше. Водород просачивается на поверхность Земли и попадает в атмосферу. В результате появляются странные облака, а у нас становится жарко. Мало кто знает, что средняя температура земной поверхности в прошлом году превысила исторический максимум на 0,68 градуса Цельсия. Ученые говорят, это только начало. Помните, как в июне 2015-го горел Красноярский край? Всего произошло 653 природных пожара, в которых уничтожено и повреждено было около 15 тысяч гектаров леса. А Сибирь? Летом 2015-го года на территории Сибири горело 50 тысяч гектаров леса. Но и эти данные меркнут по сравнению с ужасающей угрозой из Чернобыля, который прошлым летом напомнил о себе непрекращающимся ядовитым огнем. Оглядываясь на Чернобыльскую зону, ученые добавляют, в случае форс-мажора, такого как повышение средней летней температуры всего на 5 градусов, зона радиоактивного загрязнения не ограничится районом катастрофы. И облака с радиоактивными осадками после длительных пожаров окроют страны Восточной Европы. Но самый настоящий радиоактивный привет Чернобыль нам передаст в 2023-2036 годах. Именно тогда, как показывают данные климатологов, из-за постоянно нарастающей жары вся территория зараженной зоны окажется полностью в огне. Дышать будет совсем нечем. Данные, полученные калифорнийскими учеными, показывают, резкое увеличение количества туманов и смол, дефицит кислорода уже не фантастика. Вот, посмотрите, красным цветом отмечены так называемые мертвые зоны прибрежных территорий Китая, Японии и США, где уже зафиксировано катастрофически малое содержание кислорода. Более того, по расчетам датских ученых, в ближайшие годы площадь этих мертвых зон будет только увеличиваться. В том случае, если рост температуры на Земле продолжится, то циркуляция воды в океане замедлится, а это приведет к распространению мертвых зон в глубину. Бывают массовые моррыбы, и это действительно зафиксировано, что целые косяки океанической рыбы обнаружены вблизи берегов Калифорнии, и это связывается с тем, что это нехватка кислорода. Это может быть связано с прогревом чрезмерным, например, нарушением нормальной циркуляции воды. Если ученые не допустили никакой ошибки, то в обозримом будущем населяющие океан живые существа могут повторить судьбу своих далеких предков. Считается, что массовое вымирание, произошедшее около 250 миллионов лет назад, было вызвано именно дефицитом кислорода. За последние 100 лет средняя температура на Земле поднялась на 0,8 градуса. Кажется, цифра незначительная, но вот посмотрите, чем мы заплатили за повышение температуры всего на 0,3 градуса. Это Индия. Жара прошлым летом стояла такая, что плавился асфальт. Видите, это одна из центральных улиц Дели. Под натиском аномалии тогда погибли более тысячи человек. Но в Индии это скоро станет совсем плохо, потому что если сейчас у них забросы за 65, то будет и больше на самом деле. И, в общем-то, это может принести угрозу по самому существованию биологической общности. И вот тогда они захотят жить в другом месте. И начнется миграция массово неконтролируемых. И эти все люди пойдут к нам, потому что у нас самая низкая плотность населения вообще из всех стран, которые нас окружают. Прямо сейчас от небывалой жары умирает Африка. И эти кадры повергнут вас в шок. Вы видите не просто безжизненные африканские пески. Всего несколько лет назад треть этих земель была плодородной. Видите, кое-где еще просматриваются еле зеленые участки. Однако ученые уверяют, это ненадолго. Каждый день в пыль превращается около 100 квадратных километров земли. А всего за полторы недели территория равная по площади Москве. К 2025 году треть лугов и пашин на нашей планете станут пустыней. А это значит, что искать новое пристанище придется ни много ни мало 150 миллионам человек. Потому что Африка сейчас из-за выжигания всего этого дела, из-за неграмотного сельского хозяйства, превращается в совершенно пустую там, да, пустыню там, да, абсолютно выжженную. Если мы даже смотрим процессы там недалекого прошлого, 2000 лет с момента там, грубо говоря, рождения Христа, там, мы читаем, это все зеленые какие-то сады, филики, финиковые пальмы, все это происходит нормально. Сейчас там ничего не растет, пустыня абсолютно. На этом Синае там жить невозможно, там, да, ничего там уже этого нет, о том, чем писалось еще 2000 лет назад. Пустыни – это ползучая катастрофа, заявляют ученые. В скором времени непригодными для жизни станут целые страны. К началу 21 века, по данным ООН, число климатических беженцев уже достигло 22 миллионов человек. И все это не пустые цифры. Вспомните хотя бы аномальную жару 2010 года, когда в Александрове было 29 градусов, а в Саратове, Махачкале и Краснодаре – 27. В Москве отметка термометра не падала ниже 26 градусов. В 2011 году от жары умирали штаты. В 2012 жарко стало вновь в России. В Сибири горели леса, обмелели крупнейшие реки. Уровень воды в Енисее тогда составлял всего 125 сантиметров. Такого не случалось с 1967 года. 2013 год обернулся многочисленными жертвами для Австралии. В январе температурный рекорд составил там почти 46 градусов по Цельсию. А 2014-2015 годы отметились небывалой засухой на Кубе и на Мадагаскаре, где от массового голода умерло десятки детей. Сегодня в этой стране 120 тысяч жителей выживают только за счет ежедневной помощи ООН. Необратимое изменение климата – это не просто глобальное потепление на 1-2 градуса. И даже не на 10 градусов. Величина парникового эффекта может составлять несколько сотен градусов. Мы видим на примере Венеры, где величина парникового эффекта составляет около 500 градусов. Посмотрите, это видео не оставляет сомнений в том, что Земля постепенно разогревается. Красным цветом окрашены участки, где установилась критически высокая температура. Видите, как Земля к 21 веку практически полностью становится красной. А не так давно ученые опубликовали шокирующие данные. На 26% сократилась площадь ледников во французских Альпах за последние 40 лет. Климатологи не скрывают, самое страшное в глобальном потеплении – это исчезновение тысячелетнего льда. Вы будете шокированы, когда увидите, как на самом деле быстро тают ледники. Вот, посмотрите, это видео ученые снимали в течение 350 дней с 2007 по 2008 год. На этих кадрах видно, что ледник тает, как мороженое летом. А это компьютерная модель, созданная учеными, по данным, собранным с 1987 по 2014 год. Посмотрите, на карте четко видно, что площадь Арктики, покрытая многолетними льдами, тает буквально на глазах. Ну, в общем, Арктика на Земле, там практически лед исчезает и очень большими темпами. То есть несколько десятков лет это был огромный панцирь, который приходил искал от ледокола, но и прочее. А сейчас в летнее время, в осеннее, то есть в тысячи раз площадь открытой воды увеличилась по сравнению с тем, что было. Вот, если перевести в тонны, то это миллиарды, может, триллиону тонн воды. И эта вода вот-вот обрушится на материки. Один из самых известных климатологов мира, Джеймс Хансон, заявляет. Начиная с 2016 года, может произойти так, что арктические льды будут таять полностью всего за один летний сезон. Уже как 20 лет назад мы пришли к той критической точке, когда мы оказались на грани апокалипсиса. Глобальное изменение климата, само собой, не прекратится. Нужно что-то делать. Очень скоро будет, уже слишком поздно, что-то решать. Арктический лед составляет лишь около половины того, что было несколько десятилетий назад. Из-за таяния льдов уже начались необратимые деформации земной коры. Ученые никого не пытаются пугать, просто констатируют, точка невозврата уже пройдена. И ситуация в Антарктиде развивается по самому худшему сценарию. Изменение распределения давлений на континентальные и океанические плиты может привести к активизации не просто к увеличению количества катастрофических землетрясений, но к активизации таких экстраординарных событий летосферных, как извержение такого страшного вулкана, как Элстонский, который может просто похоронить Соединенные Штаты под собой. Если ледники продолжат таять с такой же скоростью, в самом ближайшем будущем начнется неконтролируемая миграция животных. Белые медведи, тюлени и пингвины будут вынуждены сменить места своего обитания, потому что их родина просто исчезнет. Так будет положено начало глобальному вымиранию видов. Ведь животные, мигрируя, просто не смогут приспособиться к быстро меняющимся климатическим условиям. История помнит пермское вымирание, в результате которого с лица Земли исчезло 96% всех живых существ. В этот раз, уверяют климатологи, может быть намного хуже. У нас идет массовое вымирание видов на нашей планете. Это факт, который, ну, я хочу сказать, уже давно это происходит. И это не только климатические изменения, это и нарушение принципа географической изоляции видов, то есть массовый перенос видов из одних регионов в другие. Расчеты ученых показывают, лучшим вариантом развития событий для нас будет одновременное таяние всех ледников. В этом случае планета могла бы сохранить свой баланс. Но если, к примеру, с лица Земли исчезнет, только арктический ледник нам не поздоровится. И вот почему. Ученые установили, из-за ускоренного таяния ледников происходят фатальные изломы земной коры. Это, в свою очередь, влияет на баланс планеты, ее равновесие и может привести к ее наклону. Малейшие изменения, в общем-то, таких грузиков, так скажем, на разных частях планеты в виде ледников или полярных шапок, они могут привести не только к глобальному изменению климата, но к смещению параметров планеты. Это произойдет скачкообразно и, в общем-то, вызовет изменения и магнатосферы, и биосферы, и гидросферы. До недавнего времени сценарий изменения оси в результате перераспределения массы планеты казался чем-то из области фантастики. Однако не так давно ученые зафиксировали нечто шокирующее. Так, 27 февраля 2010 года в результате чилийского землетрясения магнитудой 8,8 балла НАСА зафиксировало смещение оси на несколько сантиметров. Это, в свою очередь, привело к сокращению земного дня на 1,26 микросекунды. Такое смещение пока не критично, заявляют ученые. Но это первый сигнал того, что необратимый процесс гибели нашей планеты уже начался. Так, по данным Института геофизики и вулканологии Италии, землетрясение магнитудой в 9 баллов, происшедшее в Японии в 2011 году, привело к смещению оси еще почти на 10 сантиметров. Как это уже отразилось на нас, людях, и на земном климате, ученые однозначно сказать не могут. Но в самом скором времени мы это увидим сами, без всяких прогнозов. Ведь из-за таяния ледников, земля, изменившая баланс, начнет вращаться быстрее. Это как минимум сократит длину дня. И ночь может длиться двое суток, а день всего несколько часов. Более того, в древних источниках содержится упоминание о подобном катаклизме. Оно описано в хрониках тоже, древних, так скажем. Когда день сменял, ночь, буквально несколько часов в день, потом, может быть, несколько суток в ночь, потом несколько суток в день, несколько часов в ночь. То есть эти хаотические вращения вызывают, в общем-то, серьезное психическое воздействие на людей. Раз. Второе, на всю природу. И третье, это появление цунами и землетрясения, потому что все движения альтосферных плит нарушаются. Если ось Земли изменится, то Северный полюс неминуемо сместится на территорию Канады. Солнце будет перемещаться по небосводу по новой траектории. В Москве возникнут белые ночи. Африка на какое-то время погрузится во мрак. Одновременно с этим Южный полюс переместится в сторону Индийского океана. На Австралию обрушатся небывалые снегопады, которые будут сменяться катастрофическими землетрясениями и цунами. Другая часть земного шара будет умирать от жары. Но и это не самое страшное. Расчеты показывают, что в результате смещения оси возникнет потоп небывалого масштаба. Многие прибрежные регионы окажутся затоплены. А там у нас больше половины городов крупных, расположенных на берегах океана, понимаете? Там 40% населения живет в зонах, которые могут подвергнуться затоплению. Я имею в виду земли. То, что вода уже прибывает, ощущают на себе жители многих стран. Не так давно южные районы Калифорнии оказались во власти стихии. Там дожди вызвали сильное наводнение. Прибывающая вода и оползни в самом южном городе Сан-Диего и пригородах Лос-Анджелеса стали причиной закрытия магистралей, проблем с электричеством и нескольких ДТП. Посмотрите, как быстро прибывала вода. А на этих кадрах видно, как люди бросают свои автомобили, чтобы остаться в живых. Машины просто тонут. А это Аризона. Ситуация не лучше. Огромный внедорожник с прицепом прямо на глазах полностью скрывается под водой. Спасатели чудом подоспели вовремя и помогли женщине с ребенком выбраться из плена, которым для них стал собственный автомобиль. Почти 22 тысячи человек стали вынужденными переселенцами в Уругвайе из-за сильнейших в истории наводнений. А это Португалия. Наводнения охватили центральные и северные районы страны. Из берегов вышли реки Дору, Мондегу и Томега. В Австралии некоторые населенные пункты оказались отрезанными водой от внешнего мира. Штормы обрушились и на южные острова Таиланда. 25 января 2016 года волны достигали 5 метров, а ветер был такой силы, что ломал здания, будто они картонные. Те, кто живет вдоль береговой линии, были вынуждены покинуть свои дома. И все это за несколько последних месяцев. Специалисты открыто заявляют, мир вступил в новую эпоху глобального изменения климата. И в обозримом будущем нас ожидают события, которые до недавнего времени мы видели только в фантастических кинокартинах, на экране своих телевизоров. Это произойдет не завтра, это происходит уже сейчас, с нами. Если бы не потепление, мы бы вообще не могли жить. У нас был бы сплошной лед на нашей планете, понимаете? Но и потепление для нас опасно, ведь оно идет катастрофическими темпами. Это может совершенно кардинальным образом изменить условия на нашей планете и сделать ее необитаемой. Суждено ли нам людям пережить глобальный катаклизм, когда с лица Земли в очередной раз исчезнут сотни видов живых существ? Неизвестно. Как неизвестно нам и то, какое настроение будет у природной стихии в ближайшие десятилетия. Замерзнем мы или наоборот будем задыхаться в душном парнике, которым станет наша планета. Ясно только одно. Единственный шанс для нас, землян, отодвинуть приход климатического апокалипсиса это перестать вмешиваться в дела природы. И тогда, возможно, человек переживет глобальное изменение климата. Остается только добавить, что вопреки прогнозам ученых, Земля, наша матушка, до сих пор все-таки жива. Смертоносные метеориты в последний момент необъяснимым образом обходят ее стороной. Солнечный ветер, сдувающий целые кометы охапками, как осенние листья, неожиданно стихает. А землетрясения и цунами, которые по всем прогнозам должны уничтожить на планете все живое, внезапно прекращаются. Что это? Случайность? Непознанные законы космического равновесия? А может быть, просто ученые, которые нам грозят карой небесной, иногда ошибаются? Принято считать, что Вселенная образовалась в результате Большого Взрыва. Но кто устроил этот взрыв? Кто построил гигантские памятники древности, которые сегодня возводить непросто? Возможно ли жить на других планетах и путешествовать во времени? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на страницах книги «Великие тайны Вселенной», которую мы выпустили совместно с издательством «Эксмо». Ищите ее в книжных магазинах или скачивайте электронную версию на сайте litress.ru